Российская автомобильная федерация и программа развития российского автоспорта СМП Рейсинг торжественно наградили победителей минувшего Кубка РАВ по цифровому автоспорту. Направление для России новое, состоялось всего два киберчемпионата, однако очень перспективные. Мы раньше удивлялись калькулятору в часах, а сейчас уже искусственный интеллект у нас есть. Поэтому я думаю, что это неизбежно, да. Он выйдет на довольно высокий уровень. Когда он там заменить, не хотелось бы, чтобы было быстро. Все-таки мы привыкли к реальным гонкам, к реальным шуму, запаху бензина, жженой резины, асфальта и прочих прелестей. Но думаю, что он будет развиваться и будет все больше места занимать. Те участники, которые выиграли наш чемпионат, то есть Кубок РАВ, ребята занимаются полгода, год. Время летит быстро и киберспорт, кибернаправление именно авто, это очень перспективное. И оно будет развиваться быстро, и будет года два-три и все. За победу боролись свыше 150 пилотов со всей России. Десять лучших получили памятные призы, а трое еще и денежные. Очень понравилось мероприятие само. Я не ожидал такой организации. Я думал, ну, я езжу за компьютером, ну ладно, типа. А тут приехал, считай, из другого города, там 500 или 600 километров, и тут, ну, такое. Ну, очень приятно, конечно. Как и в реальном автоспорте, в кибергонках важна подготовка. Практика быстрой и стабильной езды, настройки машины, работа в команде. Причем виртуальные чемпионаты в чем-то даже сложнее настоящих. Я ездил до сим-рейсинга только в радиоуправленных машинках. То есть я понимаю, как машина должна ехать, но не понимаю, как это нужно делать от первого лица. Поэтому я мог потратить больше времени на подготовку, чем мои соперники. Ты не чувствуешь реальной машины, ты сидишь у себя дома. Все, чем ты можешь, грубо говоря, чувствовать, это глазами. Когда в реальных гонках у тебя есть глаза, руки, ты можешь чувствовать телом. Ты можешь также посмотреть в любую сторону, а у тебя дома есть всего один монитор. Поэтому в целом катиться всегда тяжелее. Очевидно, что интерес к цифровому автоспорту есть, и он растет. А потому следующий шаг Кубка РАВ – выход на международный уровень. Бестепенно мы уже вышли на большой уровень, чтобы, ну, в следующий наши чемпионаты они уже будут международные. Мы сейчас обновим платформу и уже позволим регистрироваться международным пилотам. Людей в мире много, а мы должны дать им влечение профессиональное. Вот поэтому мы строим эту всю историю. Но это планы. Пока же принимаются заявки на следующий внутрироссийский чемпионат.